В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Угон премиум класса. Процесс по громкому делу о краже дорогих внедорожников стартовал в Куйбышевском районном суде. Подсудимые двое жителей Самары по версии обвинения авто угоняли с помощью хитроумных компьютерных программ, а затем с дипломатическими номерами переправляли их за границу. Идеальная схема преступления, на чем же погорели угонщики, знает наш корреспондент. В деле об угоне иномарок премиум класса 14 эпизодов. Машины увозили прямо из дворов и состоянок в Самаре, Новокуйбышевске, Пензе, Ульяновской и Ростовской областях. Вскрывали автомобили с помощью специального оборудования. Дальше отвозили в гараж, там устанавливали дипломатические номера и спецсигналы. На таких машинах уже можно было передвигаться беспрепятственно. У Виктории Макагон автомобиль угнали прошлым летом. На Лексусе стоимостью в 4,5 миллиона рублей поездить успела год. Где теперь ее машина не знает. Вычислить похитителей или в ее случае помогли очевидцы. У нас сосед в подъезде, он видел с балкона, как это происходило, но, к сожалению, он не понял, что это был угон. То есть он не ожидал такого. Видел, что ходили с ноутбуками вокруг машины, поднимались к нам на этаж, читывали через дверь, сами вот ключ, спускались, вот, сели, уехали. В зале суда угонщики прячут лица от камеры на скамье подсудимых Евгений Старчак и Денис Сысоев. Организованная преступная группа угоняла дорогие автомобили с мая по ноябрь прошлого года. Машины перепродавали на территории России и Казахстана. Как правило, интересовали похитителей только новые внедорожники максимальной комплектации, среди которых Toyota Land Cruiser 200 и Lexus 570. Стоимость автомобилей варьируется от 2,5 до 5,5 миллионов рублей. Сгубила угонщиков жадность. Полицейские двоих из них взяли с поличным. Ими оказались жители Куйбышевского района Самары. Главарь преступной группы и еще один соучастник сейчас в розыске. За ними следили, и поэтому несколько составов, несколько эпизодов преступления, они уже были на контроле сотрудников полиции. Соответственно, на последнем преступлении они были задержаны. Наказание, которое предусмотрено законом за совершение данного преступления, предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет за каждый эпизод преступления. Поясню, что у Старчака это 12 эпизодов совершенных преступлений, у Сысоева 7. Свою вину задержанные признали. Им грозит заключение в колониях строгого и особого режимов. Из-за того, что на заседании явились не все потерпевшие, суд решил перенести слушание на 19 августа. Самарский областной суд смягчил приговор Ольги Гисич. Напомню, к лишению свободы в марте этого года Советский районный суд приговорил ее за организацию нескольких преступлений. Вымогательство крупной суммы денег, поджог автомобилей и избиение сотрудников медицинской компании ИДК. Следствие полагало, что мотивом для преступления послужил поставленный Гисич ошибочный диагноз. Рак своей вины она так и не признала. Защита Гисич просила отменить приговор как незаконный и несправедливый. Однако Самарский областной суд пошел лишь на небольшую уступку. Окончательный приговор смягчили, минимально убрав лишь один месяц заключения. Таким образом, Ольга Гисич проведет в колонии 8 лет и 5 месяцев. Подпольный НПЗ в Тольятти нашли сотрудники областного управления ФСБ на нелегальном заводе. Он располагался на территории бывшего акционерного общества «Фосфор». Работали четыре аппарата по переработке углеводорода на сырья, системы очистки и охлаждения. Их производительность оценивается в 40 кубометров бензина, дизельного топлива и мазута в сутки. Доход владельцев незаконного бизнеса мог составлять до 150 тысяч рублей в день. По оперативным данным, канал сбыта нефтепродуктов был организован через сеть автозаправочных станций Тольятти и Жигулевска. Самарские полицейские накрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя. Он располагался на дом из складов в Ставропольском районе. В помещении обнаружили и изъяли более 30 тонн спиртосодержащей жидкости, находящейся в полимерных канистрах объемом по 10 литров каждая. А также почти 5000 готовых к продаже стеклянных бутылок с алкоголем, коньяком и водкой сомнительного качества. На них были наклеены поддельные акцизные марки. По данным полиции, организаторам незаконного бизнеса может быть 50-летний житель Калуги. Он задержан. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Мужчина дал признательные показания. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Газовой атаке подвергся груз нектарина из Узбекистана. 14 тонн фруктов попали под карантин на Самарской таможне. Вместе с продуктом бизнесмены везли в Россию и вредителей. Какой урон сельскому хозяйству Самарской области удалось предотвратить, расскажем прямо сейчас. Урожай этого года из Узбекистана задержала Самарская таможня. 14 тонн нектарина отличного качества. Правда, вместе с фруктами в Россию приехали и насекомые-вредители. Восточная плодожорка – гурман экологически чистых продуктов. Чтобы сохранить груз, собственник решил избавиться от биологических ракетиров. Плодожорка – бабочка карантинная, потому что размножается насекомое космическими темпами. За сезон может появиться четыре поколения бабочек. А это, по оценке экспертов, гибель всего урожая плодовых. Данный объект является очень серьезным вредителем плодовых растений. Он повреждает как и плоды самих подобных срождений, особенно косточковых, так и молодые побеги, что приводит к дальнейшей гибели всего плодового дерева, что может повлиять в том числе на продовольственную безопасность. Спецотряд по уничтожению вредителей прибыл вовремя к комбинезону противогаза шланги. Газовая атака длится около часа. За последние восемь лет это первый случай попадания восточной плодожорки в Россию. И то популяцию остановили и уничтожили еще на границе. Металлическая пластина на дороге стала причиной ДТП в Ставропольском районе. Авария произошла на трассе М5 Урал. По данным ГИБДД, неустановленный автомобиль наехал на пластину, после чего она отлетела в Рено Логан, который ехал позади. Пластина пробила лобовое стекло и попала в пассажирку, находившуюся на заднем сидении. Женщина 50-го года рождения получила серьезные травмы. Ее госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. За неуплату налогов автомобиль под арест. По транспортному налогу жители Самарской губернии задолжали в бюджет более 2,5 миллиардов рублей. К чему приведет отказ от добровольных мер по погашению долга, узнавал наш корреспондент. Этот мужчина, пожелавший остаться инкогнито, по словам налоговиков, несколько лет игнорировал свой гражданский долг. Равно как и предупреждение фискальных органов. В итоге за недоимку по транспортному налогу у него арестовали автомобиль. Судебные приставы говорят, имущество еще можно вернуть, нужно только все возместить. Если он предоставит квитанцию об оплате задолженности по исполнительному производству, данный автомобиль он может свободно забрать в связи с окончанием исполнительного производства, фактическим исполнением. У налоговиков и судебных приставов все злостные неплательщики на заметке. Как правило, за долги по налогам им ограничивают выезд за границу, арестовывают имущество и банковские счета. Дабы не доводить до такой ситуации, просим налогоплательщиков ответственно отнестись к своим обязанностям. И в дополнение хочу сказать, что срок уплаты налога за 2015 год у нас до 1 декабря 2016 года. Если вы не хотите расстаться со своим имуществом, сотрудники налоговой инспекции настоятельно рекомендуют платить вовремя. Ведь способов воздействия на должников с каждым годом становится все больше. И меры действенны. Только в первом полугодии 2016 года должниками добровольно оплачено 345 миллионов рублей. Сейчас в судебных органах на рассмотрении находится 74 тысячи дел на общую сумму почти в 1 миллиард рублей. С должников спросят по всей строгости закона. Арест автомобиля как крайняя мера. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.